Привет! Сегодня мы смотрим планшет Blackview Tab 13. По ссылке в описании можно его купить всего лишь за 150 долларов, если вы смотрите это видео и в течение суток еще успеете заказать, потому что акция на этот планшет длится на Алиэкспресс с 22 по 27 августа. Поэтому, кому надо, можете успеть. Скажу так, что этот планшет в принципе не удивил, в хорошем плане, либо в плохом. Это просто хороший аппарат за свои деньги и действительно хороший. В этом обзоре вы поймете почему. Здесь хороший экран, здесь отличный процессор за свои деньги и здесь по сути нет минусов. То, что планшет немножечко похож на смартфоны Apple, возможно. Вот эта вставка с камерами, я считаю, очень идет этому девайсу. Но не дизайном единым, поэтому смотрим обзор, пишем комментарии, как вам этот планшет. Поехали! Ну что ж, друзья, начнем, пожалуй, с дизайна. Этот планшет мне очень сильно понравился по дизайну, потому что вот эта вставка с камерами реально делает его каким-то уникальным. Не знаю, подобных планшетов я еще не встречал. Кстати, это первый планшет Blackview, в котором нет разъема для наушников 3,5 мм. Толщина корпуса данной модели составляет 7,7 мм, а вес 450 грамм. Абсолютно компактный, легкий аппарат с 10-дюймовым дисплеем. На корпусе есть у нас динамики, две штучки по бокам, есть Type-C, слот для двух симок, которые 4G поддерживают. Ну и, конечно же, есть крепление, а точнее, коннектор для подключения клавиатуры. Ну и кнопки регулировки громкости с блокировкой, это само собой. Чехол-книжка, который у нас в комплекте, тоже приятный бонус, потому что считаю, что подобные гаджеты надо использовать только в такой вот защите, потому что по-другому он у вас реально быстро очень побьется, похоцается, поцарапается, ну и так дальше. Есть ли у этого планшета минусы по железу? Ну, не знаю, возможно, у кого-то для себя кто-то найдет, конечно же, минусы, но я скажу, что для меня, по сути, их нет за те деньги, которые просят за данный планшет. Здесь у нас аккумулятор на 7280 мАч, процессор Helio G85, и в целом это тот набор характеристик, который вам позволяет уже комфортно пользоваться и игрушками, и мультимедиа, и огромные документы открывать, с ними работать, все это я сейчас вам буду показывать. По автономности, в режиме просмотра видео на максимальной яркости, которая здесь, кстати, довольно-таки высокая, этот планшет работает примерно 6 часов, то есть всего лишь 6 часов, да, но экран большой и так далее. 16% в час теряет этот аппарат при просмотре видео с YouTube. Зарядка всего лишь 10-ваттная в комплекте, поэтому заряжается он примерно за 2,5 часа, но при этом комплектный блочок, который был у меня, конкретно с этим планшетом, он оказался бракованным, то есть если заряжать другими блочками, то все нормально, то есть в моем случае придется его все-таки поменять. Такое редко, но встречается, и за 4 или за 5 лет того, сколько мне высылают всякие устройства, это первый момент, когда у меня глюканул блочок, и, короче, это неприятно, но ничего страшного, с этим ничего не подделаешь, брак, он бывает везде, не стоит на этом застрять внимание. В этом планшете у нас есть 6 гигабайт оперативной памяти, а также 128 памяти постоянной, и посмотрите, что нам показывает Antutu по поводу производительности. 255, практически 1000 баллов, это показатель нормальный, то есть для работы корректной этого, конечно же, хватает. Давайте мы с вами попробуем сделать такую небольшую демонстрацию, мы с вами зайдем, откроем большой документ, который я скачал предварительно, вот, 27 почти мегабайт у нас файл, видите, PDF-ка, открываем, попадаем в VPS Office программку, и здесь, по-моему, 300 с чем-то страниц у нас. Вот, это у нас руководство по фотику, по камере, ну, неважно, просто хочу показать, как работают у нас большие документы, с которыми вам, возможно, придется работать на этом устройстве. То есть вот у нас здесь куча просто страничек, просто огромное количество, и вот как это все здесь работает. Видите, я прилистываю, то есть вообще без проблем, всего у нас здесь, сколько, 350 страничек. Вот, вот это все работает абсолютно корректно, то есть проблем с документами точно не будет. Что касается браузера, давайте я вам покажу, как отображаются на планшете, может, вы, в принципе, и знаете. У нас, как на компьютере, в Chrome отображаются вкладки вот так вот сверху, то есть намного удобнее, чем на том же смартфоне. Видите, хоп, новая вкладка. Вот, можно искать без проблем. Переключаемся между вкладками. Да, есть моменты, кстати, с сайтами, такими большими тяжелыми страничками, где много анимаций, много фоток и так дальше. Местами я замечал, вот видите, может вам видно, небольшие подтормаживания. Но они реально небольшие, потому что на планшетах, на смартфонах более бюджетных, они еще жестче, и там вы, в принципе, не сможете с ними работать. Здесь же, ну, микрофрезы какие-то может и есть, но в целом хочется сказать, что работает это все абсолютно корректно. Видите, здесь сайт довольно-таки сложный. В планшете Blackview Tab 13 достаточно много различных технологий. Вот этим они прям удивили. Некоторые из технологий, я до сих пор не понимаю, как работают. Я задал вопрос производителю, поэтому, опять же, в комменте закрепленном я его закреплю. Некоторые разъяснения по поводу фишек этого планшета я оставлю. Можете спрашивать в комментах, также я вам буду отвечать. Значит, прежде всего, Simo Internet. То есть, это возможность работать в интернете без сим-карт внутри и без Wi-Fi. То есть, ну, я не понимаю, как это. У нас в Украине, например, такое не распространено, по крайней мере, среди моих коллег и так дальше. Я такого не встречал. Может, кто-то посчитает это невежеством с моей стороны, но уж говорю, как есть. Далее, здесь у нас есть технология, которая называется TUV, Rail and Low Blue Light Certification. То есть, по сути, это технология, которая сохраняет ваше зрение. Тоже можете про нее почитать. Слишком подробно останавливаться здесь я не буду. И как раз-таки давайте мы сейчас поговорим про сам дисплей. Дисплей у нас классический, как и у большинства планшетов компании. Диагональ 10,1 дюйм и разрешение Full HD+. Что могу сказать? К дисплею вопросов вообще не имею. Углы обзора смотрим. Да, не такие, как на смартфонах, согласен, потому что площадь большая. Возможно, потемнение вам покажется здесь больше. Но в целом углы обзора не 100% топ, но 95% топ так точно. Далее, что у нас здесь еще есть? Я думаю, не стоит говорить то, что здесь очень хорошая сглаженность пикселей. Это, в принципе, вы и так должны понимать. Яркости. Яркости предостаточно. На улице можно пользоваться. Вообще вопросов нет. Вот солнце лупит прямо-таки сверху, либо сбоку. Два часа дня, три часа дня. Пользуюсь, выхожу. Вообще ничего критичного я здесь не заметил. Вот реально. Экран по яркости прекрасный. Здесь, кстати, установлено DOC OS 3.0. Это у нас графическая надстройка операционной системы Android 12. Она здесь, в принципе, работает нормально. То есть такая же операционка у нас. Оболочка, точнее, на BlackBV8800 и BL8800, BL8800 Pro. Эта оболочка мне нравится. Считаю ее одной из лучших, в принципе, среди броников и среди подобных компаний. Что касается камеры, то да, опять же, планшет – это вещь, которая не создана для профессиональной фото-видеосъемки. Но хочется сказать, что эта модель, в принципе, неплохо фоткает. Опять же, по сравнению с первыми планшетами компании BlackV8 и Tab9, то здесь все-таки прогресс небольшой прослеживается. Тем более, у нас появился монохромный режим и ручной. Напомню, что раньше в планшетах было только два режима почему-то. Ну и камера. Она у нас 13-мегапиксельная. Настройки у нас выглядят вот так. Здесь особо ничего-то и нет. Вот у нас размеры фотографии. Видео, конечно же, снимается в разрешении Full HD. И прямо сейчас я вам покажу примеры и фото, и видео. Здесь, кстати, заявлена стабилизация при съемке видео. Сейчас вы сами сможете оценить ее, когда я вам буду показывать примеры. Давайте прямо сейчас, наверное, это и сделаем. Съемка видео на Tab13. Ну и видео написано. Я, кстати, бывает забываю показывать качество звучания, но хочется отметить, что в этом планшете динамики реально поправили. Причем поправили не только их физическое расположение, но и поправили то, как они играют. Да, здесь по-прежнему не хватает баса. Это все-таки low-end сегмент. Это бюджетная аппаратура. Но то, что динамики здесь по бокам, вот это прям плюс. И то, что они играют лучше, чем в Tab11 и Tab12, это однозначный плюс. Вот послушайте сами. Мне звук понравился. Так, а о чем это я? О том, что планшет за свои деньги просто изумительный. Вообще без претензий. Возможно, я же говорю, кто-то для себя какие-то моменты здесь и понаходит непонятные, но хочу сказать, что по сути здесь вообще никаких траблов нет. И дисплей хорош, и процессора в принципе хватает. Итак, друзья, для примера производительности я вам покажу игрушку Apex Legends. Я думаю, многие о ней знают, потому как она достаточно популярная. Как такой себе, знаете, аналог PUBG, по-моему. И вот вы можете прямо сейчас посмотреть, как это все работает. На большом экране, конечно, играть приятно, но мне слегка непривычно. На смартфоне все-таки поудобнее. В общем, долго я играть не буду, затягивать. Я хочу просто, чтобы вы посмотрели, как это все работает. Потому что я пока найду кого-то, чтобы пострелять. Это будет долго. Да, в этом планшете действительно много интересных технологий. И если он вам чем-то понравился, либо не понравился, можете спускаться в комменты и все это писать. Кстати, в закрепленном комментарии я еще оставлю некоторую информацию по поводу данного планшета. Обязательно ее посмотрите. Ну и всем удачи! Подписывайтесь на канал обязательно. Дальше и интереснее. Пока!